Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы, ну, по крайней мере, мы более детально, видимо, поговорим об этом, поговорим о долговых инструментах. Посмотрим, да, основной спрос на что сейчас. Предположительно, что спрос смещается в корпоративный сегмент. Так ли это? Значит, прежде всего, я представляю своего гостя сегодняшнего. Это Максим Зайцев, старший аналитикционной группы Норд Капитал. Добрый день, Максим. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас информация. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Как всегда, мы с вами, так сказать, устанавливаем обратную связь. Ну, и, собственно, пока мы начинаем, еще один гость присоединился к нашему разговору. Это Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Добрый день, Станислав. Ну, что ж, начиная наш эфир, традиционно я нарисую картину маслом, что происходит на это время в Москве 15.05, а что происходит на это время на основных финансовых площадках. Итак, картина такова. Ну, традиционно начинаем с закрытия вчерашней американской торговой сессии. По итогам торговли, собственно, мы видим небольшую, достаточно скромную, отрицательную динамику. Но главное, что как минимум S&P 500 вновь вчера установил исторический максимум. Выше 1670 он сходил, закрылся только уже, соответственно, чуть ниже. Поэтому можно продолжать аплодировать. Американцы продолжают свой агрессивный рост. Так, ну, а нынешняя торговая сессия, начиная с Азии. Разнонаправленно протекает. Азия, кстати, закрылась в плюсе. Никей прибавил десятую процента. Шанхай композит две десятые проценты. Европа сейчас в легком плюсе. Одну десятую процента прибавляет. Футси сотый. И наши индикаторы, ну, практически в нулях. Причем забавно. АРТС чуть выше в Атерлинии на две сотых процента. А ММВБ чуть ниже на две сотых процента. Текущая котировка индекса РТС 1417, ММВБ 1406. Абсолютно нейтральная, можно говорить, на этот час динамика. Смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Брент практически тоже как вкопанная. Стоит 104 доллара 25 центов стоит бочка этой нефти. Золото. Ну, легкие движения продолжает осуществлять. Тысяча триста восемьдесят долларов за тройскую унцию. И индикатор рынка валютного один евро-доллар. Один двадцать восемь шестьдесят. Тоже без особых изменений. Ну, по крайней мере, по сравнению со вчера и позавчера. Позавчера-то у нас воскресенье. По сравнению со вчера что-то я заговорился. Сегодня вторник всего лишь. Так, и последнее в картине маслом. Набор голубых фишек. Основной набор разнонаправлен сегодня. Тем не менее, позитивно выглядят акции Аэрофлота. Акции Норникеля больше процента прибавляют. Два процента НЛМК. Почти два процента МТС. Ну, а лидер падения, по крайней мере, из фишек. Рост телеком полтора процента теряет. Ну, и там еще. Газпром две десятых. В общем, вот так вот выглядит ситуация на финансовых рынках. Итак, давайте начнем наш разговор. Еще раз повторю, Станислав, собственно, тоже тема твоя. Мы сегодня говорим, ну, может быть, непредпочтительно, да, но все-таки в большой степени. Мы говорим о долговом рынке. Давно мы тем не обсуждали. И вот хотелось бы выяснить, как он себя чувствует. Причем, давайте начнем мы с рынка Отечественной Федерации, да, расскажите, что там сейчас делается, кому что интересно, есть ли все-таки интересы у иностранного инвестора к этому предмету. И потом очень хотелось бы обсудить, как долговые рынки, ну, в плане, конечно, государственных бумаг в основном, да, чувствуют себя за рубежом, в частности, в Европе, ну, и в Соединенных Штатах Америки, может быть. Потому что, по крайней мере, судя по последним размещениям, да, та же Европа уже так нормально, даже лузеры размещаются нормально. Там Греция, по-моему, 8%, да, там две недели назад. Вот об этом давайте пообщаемся. Ну, ты пока отдышишься, я так понимаю, с Максима. С Максима начнем. Максим, итак, российский рынок прежде. Российский рынок. Так, ну, на самом деле, если взять динамику в целом за год, то, наверное, основные движения, они пришли все-таки на четвертый квартал прошлого года, первый квартал этого. Вот сейчас уже как-то более такая флетовая динамика, и это не только по нашему рынку, но и по остальным. В принципе, как я вот всегда связывал, снижение доходности по нашему ФСЗ, прежде всего, это с ростом аппетитов к рискам. То есть мы видим корреляцию, снижались доходности по облигациям суверенным еврозона, и снижалась доходность по нашему ФСЗ. Я думаю, что, в принципе, это вполне логично. Я все-таки больше с этим связываю, ни в коем случае не с тем, что были допущены иностранцы в Евроклер. Кстати говоря, сейчас аналогичное решение собирается принять и касательно муниципальных облигаций. То есть у зарубежных инвесторов появится в ближайший год покупать и субфедеральные облигации, но пока сейчас заметного движения в этом секторе не наблюдается. Что касается корпоративных, корпоративного сектора, то здесь, наверное, все-таки спрос пока преобладает в облигациях инвестиционного качества, investment grade, потому что все-таки есть пока еще опасения у инвесторов в отношении того, что вообще будет с российской экономикой. Мы видели, что по итогам первого квартала у нас рост ВВП 1,6%, что беспрецедентно низкий. Если мы исключим период рецессии 2009 года, то это фактически минимальный темп прироста. С того времени, да? С того времени еще. Вообще за все время. Поэтому есть опасения по поводу роста экономики. Соответственно, не особо сейчас инвесторы хотят брать на себя какой-то дополнительный кредитный риск. Если покупают какие-то активные, если есть активный спрос на какие-то корпоративные выпуски, то он только исключительно в короткой дюрации, полтора-два года, никак не больше трех лет. То есть эмитенты второго эшелона просто не имеют даже возможности размещать длинные выпуски длиннее трех лет. Поэтому я бы не сказал, что спрос активно смещается именно в корпоративный сектор. Я бы сказал скорее, что предложение, наверное, предложение смещается в корпоративный сектор, потому что размещение, в принципе, стало больше действительно. Но опять же... Размещение именно в корпоративный сектор. Да, да. Вот если мы возьмем объем в обращении, то, скажем, по госгосударственным облигациям увеличился объем в обращении где-то на 400 миллиардов рублей, в корпоративном на 800 миллиардов. При том, что год назад они примерно по объему были сопоставимы. Соответственно, опять же, увеличение предложения, это опять же не в пользу дальнейшего снижения доходности по корпоративным выпускам. Все-таки, если в ФЗ какой-то интерес еще сохраняется, то с кредитным риском и со ставками на сужение кредитных спредов я бы сейчас был бы поосторожен. Я понял тебя. Станислав, вот по твоему мнению, точнее, вот этот интерес конца года к российскому долговому рынку и начало этого, конца прошлого года, начало этого года, он все-таки потихоньку сходит на нет? Ну, скажем так, это взаимосвязано с действиями нашего центрального банка. Очень многие участники рынка ожидали, что уже на апрельском заседании ключевые ставки, ставка рефинансирования аукционного РИПО на короткий срок будут понижены. И с этим связывали как раз свои ожидания, и что привело к заметному ценовому росту рынкового ФЗ. Но в дальнейшем, после того, как наш ЦБ решил... В апреле, да, ничего не сделал. В мае ничего не сделал. Ну да, вот. И после этого, собственно, мы наблюдали некоторую коррекционную динамику. Так, в целом, большинство участников рынка до сих пор ожидают. И, в принципе, разумно то, что инфляция у нас в какой-то момент времени все-таки опустится в целевой диапазон ЦБ. И ЦБ будет иметь возможность снизить ставки, указанные ранее. Вот. И это, соответственно, скажется на доходностях госбумаг. Поэтому пока некоторые паузы. Вот. Смотрим еще и на внешний фон, где, собственно, ситуация может измениться. Сейчас интересные начали возникать движения в секторе американских казначейских облигаций. Десятилетки там подтянулись с двум процентом на днях. И, соответственно... То есть доходность растет по ним, да? Да, да. Потому что мы долгое время наблюдали, да. На валютном рынке тоже мы видим укрепление американского доллара. Это вызвано тем, что Федеральная резервная система начала взаимодействовать с участниками рынка, начала проводить вербальные интервенции, что, дескать, слишком сильно расширяется баланс ФРС. И что с какого-то момента времени покупки гособлигаций и потечных бумаг нынешними темпами будут сокращаться. И, соответственно, доходности американских казначейских бумаг сейчас немножко потянулись наверх. И, соответственно, если этот процесс будет продолжен, то какое-то коррекционное движение мы увидим и в нашем секторе госбумаг. Ну, так в целом, я думаю, что ожидаемая доля прихода иностранцев в общем числе, она имеет место. И, так или иначе, российский долговый рынок интересен. Мировые церковные банки продолжают осуществлять финансовую репрессию, вынуждая глобальных инвесторов искать дополнительную доходность. И российские госбумаги в этом случае предоставляют хорошие возможности. Здорово очень, как раз мы чуть позже, наверное, после новостей поговорим с вами о действиях Федрезерва, о завтрашнем выступлении Бернанки, о завтрашних публикациях Минуток. Вот опять в разрезе того, действительно, если будут сворачиваться программы Куи-3, причем именно с апотечных бумаг, насколько я тоже читал, есть сигналы об этом. Значит, сейчас новости на Финам.ФМ и потом мы продолжим наш сегодняшний день. Итак, друзья, продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал, и Максим Зайцев, старший аналитик институционной группы Норд Капитал. Мы обсуждаем сегодня долговой рынок, рынок Российской Федерации. Ну, как в известной фразе говорили, значит, на долговом рынке без перемен. Я правильно? На западном фронте без перемен. Более-менее, да, я так понимаю, ничего сильно не изменилось. Ну, опять-таки, ожидания снижения процентной ставки, может быть, и сделали какие-то, да, перепозиционироваться заставили игроков. Кстати, вот, Станислав, ты заговорил о том, что ожидания эти сохраняются, и если в какой-то момент времени, да, твоя фраза, инфляция выйдет в, так сказать, означенные таргеты, да, в означенные пределы, мы можем, так сказать, действия эти центрального банка увидеть. На твой взгляд, что это за временные границы, вот, когда мы можем ждать, что инфляция снизится, тем более, что накануне летних месяцев, да, мы знаем прекрасно, лето связано с повышением тарифов ежегодно. Да, да, вот, собственно, наверное, со второго полугодия нужно обязательно посмотреть. Дело в том, что в прошлом году у нас была высокая инфляция, и, соответственно, мы сейчас увидим ее некоторые замедления. Плюс будет продовольственная дезинфляция, будет новый вырожай, и нужно будет посмотреть, насколько на вторичной инфляции скажется эффект от повышения регулируемых тарифов. Вот, и, на мой взгляд, все-таки есть вероятность того, что на первом летнем заседании все-таки ЦБ тоже не будет торопиться и может взять паузу. То есть и в июне тоже снижение не будет? Да, и в июне тоже, да, может это не произойти, это может произойти чуть позже. Вот, хотя консенсус, я так понимаю, подразвиваю, что все-таки это будет уже. Тут некоторое время назад ваш коллега сидел, он прям переживал, что, ну что ж такое, в апреле я ждал, в мае это уж надо было точно, и никак. ЦБ опасается рост инфляционных ожиданий, темпы инфляции вновь поднялись, более 7% стали 7,2% в годовом исчислении. И можно обратить внимание на выступление замприда ЦБ Сергея Швецова, который отметил то, что нынешние темпы экономического роста соответствуют потенциальными. Только если мы увидим резкое дальнейшее замедление нашей экономики, то в этом случае ЦБ может сделать этот шаг долгожданный. Но пока мы видели последние данные 1,6%, чуть выше, чем прогнозы Минэкономразвития в 1,1%. Таким образом, у ЦБ пока еще есть пространство, ну не то, что пространство, он может переждать пока. Может еще посидеть, да, немножко. Максим, ты как видишь вообще ближайшую ситуацию с инфляцией в России? Я думаю, что в ближайшее время, на самом деле, ЦБ действительно придется еще подождать, хотя бы потому, что у нас в июне ждет повышение тарифов, и это, опять же, не в пользу снижения инфляции, поэтому я не уверен, что сейчас что-то говорит в пользу того, что инфляция будет замедляться, поэтому, во-первых, ЦБ подождет, во-вторых, я, опять же, не вижу какого-то потенциала для дальнейшего снижения доходности, вот именно на ожиданиях, потому что, как минимум, можно говорить, что это отыграно. Как максимум, пока не видно никаких движений на межбанковском рынке, то есть там ставки, как были, около 5,5-6% год назад, так и не сейчас, поэтому, если на ОФЗ что-то, какое-то движение было, то межбанковские ставки, они примерно на том же уровне находятся, и снижение доходности по длинному ОФЗ уже ниже вот ставок на межбанковском рынке, это как-то выглядит нелогично, поэтому... То есть вряд ли все-таки, да, мы в ближайшее время опять что-то увидим? Да, скорее, если ЦБ вряд ли сейчас что-то решится менять, то есть доходность, они скорее сейчас смотрят вверх, потенциал у них скорее больше вверх растет, чем вниз. Я понял. Так, хорошо, ну и давайте то, что мы проанонсировали до новостей, разговор по поводу политики Федрезерва, опять он, видимо, да, у нас на первых полосах, в ближайшие дни появится, потому что еще раз я проанонсирую, значит, завтра выступление перед Конгрессом, господин Бернанке будет выступать, и, собственно, наверняка будет вынужден, да, как-то, если не прояснить, то какие-то легкие намеки сделать, вот, в отношении программы Коллективных Чечений. Завтра уже публикуют минутки какого-то, апрельского заседания, да, заседания комитета по ставкам, вот, что тоже бывает весьма любопытно, посмотреть на соотношение сил, кто за, кто против, да, так сказать, посмотреть на комментарии какие-то. Вот, и с этой точки зрения, Максим, твои ожидания, во-первых, что же будет в ближайшее время с этой самой программой Коллективных Чечений, ну, опять, прежде всего, Федрезерв как поведет себя, как ты думаешь? Ну, тяжело говорить о том, что будут кардинально какие-то изменения вот прямо завтра, хотя я не исключаю, но, в принципе, действительно все идет к тому, что какие-то меры по сворачиванию количества на смягчение будут предприняты, и вот, кроме того, недели две назад МВФ опубликовал доклад, в котором говорил о том, что эти меры, ну, не только в США, вообще во всех странах по количеству смягчений, они теряют свой эффект, то есть это, в принципе, всем понятно, и это даже не будет Бернанке отрицать, то, что вливание денежной ликвидности, оно важно, чтобы смягчить как-то кризис, но когда это бесконечно происходит, это уже теряет всякий смысл, это... Ну, то есть это не способ выхода из кризиса, да, это каким-то образом подушечку подложить, так, чтобы не сильно... Да, то есть само по себе это... Тем более, что когда видно, что деньги действительно в реальный сектор экономики пока не идут, то есть вполне вероятно, что что-то будет предпринято, возможно, действительно, начнутся с ипотечных ценок бумаг. Ну, кстати, по этому поводу, да, Станислав, о вербальных интересах ты уже упомянул, и тоже несколько раз в средствах массовой информации была эта фраза, что, видимо, прежде всего, посмотрите на ипотечный рынок, он лучше всех себя чувствует в сегменте американской экономики. Да, тут можно просто привести такие вот цифры. Если Федрезерв нынешними темпами продолжит окупать американские казначейские облигации, то уже к 2015 году у него там будет на балансе практически 70% американского госдолга. Уже Китай на данный момент серьезно начинает американцам говорить о том, что будет пересматривать структуру своих валютных резервов, и пора бы прекратить нынешние действия. В целом, рынок жилья показывает довольно неплохие признаки восстановления, ну, за исключением последних данных по закладкам новых домов. И таким образом, я думаю, что вполне уместно попытаться вот именно с этого начать. И в Федрезерве это понимают, чтобы постепенно возвращать некоторые секторы экономики, вот, жилищные, в привычную ситуацию. В целом, по поводу Федрезерва, вербальные интервенции действительно начались, еще на предыдущей неделе, по-моему, выступал Чикаго Бернанке, он сказал, что Федрезерв внимательно отслеживает ситуацию аппетитами к риску, и отслеживает ситуацию соотношения сложившихся цен на финансовые активы с ситуацией в экономике. Я думаю, что там прекрасно понимают... Финансовые активы, это прежде всего рынок акций, да? Да, да, да. И там, по-моему, прекрасно понимают, что нынешние темпы роста фондового рынка заметно опережают восстановление американской экономики. Ну, или не отражают никоим образом. Да, есть и отличные индикаторы макросюрпрайзес, они ушли в глубокую отрицательную зону, в то время как S&P там улетела в небеса. Расхождение очень большое, и нужно этот процесс как-то усмирить, пока еще не после. А если можно, вот чуть конкретнее этот индикатор, макросюрпрайзес он называется, он что отражает? Он отражает разницу между фактическими вышедшими данными и ожиданиями экспертов-аналитиков. И последние макроэкономические данные... Там слово какое? Сюрпрайз, да, ключевое? Ну да, да, неожиданность. Неожиданный сюрприз. Да. Вот, собственно, последний индекс IPMI хорошо сигнализирует в том, что, по крайней мере, вот этот повышательный момент в экономике он сейчас прерван. Вот последние данные дела в активности ФРБ в Феодельфии, Нью-Йорка, объем промпроизводства, там, рост заявок по безработице, все это указано, то что, по крайней мере, темпы роста, которые наблюдались в прошлом году, сейчас в связи с секвестром, в связи с сокращением оборонных расходов, они претерпевают ухудшение. Вот. И таким образом... Ну, есть мнение, что сильно надолго, так сказать, они не ухудшатся, да, ну, второй квартал, может быть, да? Да, все ждут, но можно, опять же, вспомнить выступление Бернанки, извините, выступление Драги, который говорит, что макроэкономическая ситуация стабилизируется на низких уровнях, продолжается... Он еще в прошлом году, да? Да, да, продолжает стабилизироваться, сроки переносится, и так все поступают в политике, потому что у них такая функция. У них такая работа, да, отвечать не хочется никому. Да, и, собственно, по поводу восстановления экономики, вчера выступал Эванс, сказал, что вот сейчас они как раз и смотрят, сможет ли экономика поддерживать сама себя, то есть без монетарных стимулей. Без вливаний. И поэтому, наверное, все-таки отключать вот искусственного дыхания экономику никто не будет, но то, что пора бы уже сократить темпы ее поддержки, по-моему, это очевидно, потому что уровень леверджа на рынке акций зашкаливает, и всегда это заканчивается... Это очень плохо, конечно, заканчивается. Очень небогоприятно. Естественно, да. Бесконечно такое продолжаться не может. Чем выше, естественно, заберемся, тем круче будет падать. Если еще продолжать разговор, Максим, о перспективах американской экономики, вот этот вот заявленный таргет по безработице в районе 6,5 процентов, на свой взгляд, вообще он реально достижим, и для этого потребуется серьезное какое-то время. Но с учетом того, что как-то это пока не коррелируется, то есть нет никакого заметного движения и в других каких-то сегментах, но разве что у нас какое-то улучшение на рынке недвижимости. Ну, это, по-моему, единственное, мы только об этом и говорим, потому что даже если там от месяца к месяцу показывает, да, улучшение рынок труда, безработица снижается, там новые места, а следующий месяц, значит, получается рваная статистика какая-то, то есть стабильности нет. Пока это как бы выглядит какой-то, ну, я бы не сказал, что очень отдаленная перспектива, но как минимум это среднесрочная перспектива, то есть... Нескольких лет, да? Да, то есть если мы будем рассматривать какой-то оптимистичный сценарий, то, соответственно, вот скорее всего так, но я думаю, что изначально так ФРС и планировал, то, что эта программа будет не на один год, но я думаю, что единственное, да, то, что сейчас есть страх, то, что излишняя залевережированность на рынке существует, и как бы есть опасения того, как бы... Если можно тоже для слушателей леверидж, леверидж, что это по-русски-то, как мы это переводим? Ну, излишний рычаг финансовый, вот так вот... Излишнее кредитование, да? Да, излишнее кредитование, что, соответственно, может привести к пузырю и к негативным последствиям, которые еще могут быть хуже, чем благоприятный эффект какой-то от того, что было... Тем более о пузыре-то, да, и о пузыре недвижимости можно вспоминать во седьмой год, а потом, что было в восьмом году. Мы все это еще помним. Итак, друзья, спасибо. Значит, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим, продолжим, продолжим. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мои гости сегодня с удовольствием представляю еще раз Станислав Савинов, аналитик Урсакапитал, и Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы Нордкапитал. Мы обсуждаем текущую ситуацию на рынке долговом, российском и не очень российском. Ну, и, в принципе, говорим о том, что ждет нас, что день грядущий нам готовит. Как всегда, аналитики в этом смысле особо подкованы, да, Станислав? Вы всегда знаете, что будет завтра. Мы всегда можем предложить несколько сценарий. А то и послезавтра мы легко можем. Это я шучу. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть телефон, у вас есть телефон, и у нас есть телефон. Называй его номер. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Звоните, задавайте свои вопросы. Либо сайт компании финам.ФМ. Пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными наблюдениями. Значит, мы сегодня с вами еще поговорим. Я оперирую уже к моим гостям. Мы поговорим с вами сейчас, по крайней мере, да, что тоже интересно о ситуации в Европе. И, опять-таки, вернемся к России. Очень интересно, поскольку мы сегодня долговой денежный рынок обсуждаем, очень интересна перспектива российского рубля и, соответственно, связанная с этим движением. Ну что ж, в Европу. В Европу, в Европу, да, в деревню, в глушь, в Саратов. Итак, в Европу. Еще раз повторю, какое-то время назад меня так, ну я бы сказал, приятно, неприятно, ну не знаю, удивило меня просто-напросто, что Греция размещается по 8% годовых и ей кто-то еще дает в долг. Вот это о чем говорит, Максим? О стабилизации ситуации в Европе. Либо о том, что инвестор, ну в принципе, у него есть деньги, ему куда-то их надо идти, а у него выбор, может, не особенно большой. О чем это говорит, Максим? Ну, в первую очередь, это говорит о том, что все-таки какой-то благоприятный эффект, вот как ни странно, реструктуризация, вот два раза, которая прошла в Греции, она оказала, в принципе, то есть, в принципе, реструктуризация, это уменьшение долга, то есть, он более-менее стал менее отпугивающим, и плюс, то есть, ЕЦБ уже после того, как Греция, как бы, стала выполнять все эти условия, более активно поддерживают вот и на вторичном рынке, плюс, было повышение от рейтинговых агентств, поэтому, как бы, здесь все сходится воедино, другое дело, что... то есть, это заслуга регуляторов, я так понимаю, да, что инвестор успокоился и говорит, ну, там, если что, поддержат, да, ЕЦБ за спину. ЕЦБ плюс Минфина Греция в какой-то степени, и, но, с другой стороны, конечно, снижение доходности, там, год назад она была больше 20%, сейчас около 8%, это, конечно, тоже очень похоже на какую-то пузырь в облигационном рынке, то есть... То есть, это ненормально. Да, это, как бы, лично мне не нравятся, как бы, банды с 8% доходностью, у которых два раза реструктуризация прошла совсем недавно, но, я не знаю, возможно, здесь отчасти, как это ни парадоксально звучит, сыграл фактор Кипра, когда там части, во-первых, там значительное число денег было из Греции, они вот сейчас вернулись туда, в банки, то есть, там какое-то улучшение с ликвидностью, во-вторых, при вот введении этого налога, в кавычках, когда там большинство кипрских вкладчиков лишились своих денег, в большей части, на самом деле, не пострадали те, у которых деньги были в каких-то бумагах, вот, и возможно... То есть, они не на банковских депозитах лежали, да, были в активах каких-то. Да, вот, и возможно, вот сейчас, как бы, какой-то исход из депозитов есть, в государственной бумаге, да, в данном случае, в греческие банды. Я понял. То есть, возможно, этот фактор, но это так. Ну, как минимум, наше предположение, Занислав, ну и в принципе, если говорить о еврозоне, все-таки ситуация на долговом рынке, да, на финансовом рынке еврозоны немножко стабилизировалась, правильно? Мы не вспоминаем об Испании, да, мы... Это заслуга ЕЦБ с прошлого года, он ввел в такое понятие, как ОМТ, то, что он будет покупать внеагреческое количество облигаций проблемных стран, если они будут выполнять условия по сокращению дефицита бюджета и по сокращению долговой нагрузки. Вот, с тех пор, правда, взгляды политиков немножко изменились, уже никто так и не собирается резко сокращать госрасходы, потому что понимают, что это негативно сказано на экономике. Вот, несмотря на то, что этот... А вот, извини, пожалуйста, взгляды политиков поменялись. Ты о каких политиках, прежде всего? Потому что я знаю, принципиально на этом стояли немцы, прежде всего. Кроме Германии, но у них тоже позиция немножко смягчилась. Все-таки смягчилась. Это не связано Ну, я думаю, что может быть в какой-то степени, но я думаю, что это здравый смысл, потому что та же самая экономика Франции, где сейчас наблюдается, как раз внедряется программа по сокращению госрасходов для того, чтобы вывести дефицит бюджета на 3%, там экономика пребывает в рецессии. Мои данные по ВВП показали это. Поэтому все просто понимают, что если частный сектор, банковский сектор не кредитует экономику, частный сектор не инвестирует, соответственно, госрасходы уменьшаем, что мы в итоге получаем, потому что экономика сокращается. То есть нужно, чтобы прошло сколько лет, ну с кризисом можно считать, нужно, чтобы прошло 5 лет, ну или может быть активные фазы, там года 2-3, чтобы понять, что это неэффективный метод. Да, можно было это и раньше увидеть на той же самой Греции, которые резали-резали. Резали-резали, да. Я думаю, что здесь все-таки другой немножко фактор, то, что в принципе сейчас есть цель снизить дефицит бюджета меньше 5% КВП, в принципе, ну такой общий показатель, как говорили все страны еврозоны, что должно быть меньше 5% и долг там ниже 60% КВП. Ну вот до уровня долговой нагрузки снижение оптимального уровня еще далеко, а вот в плане уменьшения дефицита бюджета все-таки есть какой-то прогресс, поэтому в дальнейшем как бы сейчас вот что касается сбалансированности бюджета, это уже меньше давит, просто потому, что уже большая часть расходов как бы была урезана, то есть эти программы были проведены, и поэтому на данный момент это уже как-то менее актуально, потому что в принципе большинство стран приблизились к этим показателям оптимальным, которые они хотели достичь, поэтому как бы то есть уже что-то было сделано, поэтому сейчас уже не так тяжело, вот так вот скажем, здесь такая логика. Я понял, я понял. Ну так или иначе эти самые дефициты бюджета, которые были достигнуты, они в такой же легкой степени могут и быть увеличены в замедлении экономики, и последние данные, вот как раз то, что Испания откладывает реализацию программы Франции, они показывают, что увы и ах, экономика пока не позволяет реализовывать задуманное. А по поводу долгового рынка можно сказать, что обещания ЕЦБ и плюс ликвидность того же самого Банка Японии, ФРС, Банка Англии, инвесторов много денег, доходности низкие, есть возможность сыграть на этом, почему бы и нет. Тем более вот в еврозоне немножко по-другому все это реализуется через L-TRO, просто если ФРС сам выкупает, то в Европе выкупают банки. Банкам проще купить долговые бумаги, по которым так или иначе потом будут потежи осуществляться, нежели кредитовать реальный сектор экономики, особенно малый бизнес, который... Тем более, что в какой-то степени гарантирует регулятор. Ребята, берите, если будут проблемы, я всегда помогу. А нежели кредитовать реальный сектор экономики, я думаю, испанские банки, я думаю, что с удовольствием покупают гособлигат своей страны, нежели коридор тех же самых строителей. И в результате мы видим парадоксальный порочный крок. Порочный, да, совершенно верно. Хотели, как известный политик говорил, хотели, как лучше, получилось, как всегда. Ну и насколько долго это все может продлиться, ведь бесконечно, ты же сам говорил, и в отношении Федрезерва, ну и в отношении наверное ЕЦБ бесконечно не может это быть. Нужен какой-то опять пинок-толчок. Будут продолжать до победного конца. Ну то есть, вряд ли будет победный финал. Наверняка опять все это придет к тому, что где-то что-то опять лопнет, не дай богу. Я бы не стал говорить, что это пороченный крок, но на самом деле долг есть у всех стран, это вполне нормально. Дефицит, я же, ну, действительно прогресс какой-то есть. Говорить о снижении долговой нагрузки пока не приходится, но пока только растет, но дефициты бюджета снижаются. Если сейчас совсем уж ослабить вот эти вот программы в расчете на рост экономики, то есть Ослабить в смысле сократить эти программы, да? Не сократить, а то есть разрешить там заимствовать опять деньги, то есть в неограниченном объеме, то есть пусть у нас будет дефицит такой, какой будет, мы зато будем стимулировать экономику. На самом деле это может в итоге эффект привести то, что инвесторам станет страшно покупать просто. А чего они будут бояться? Они будут бояться, потому что если у нас дефицит бюджета растет, соответственно, нам приходится размещать больше облигаций. Если мы больше заимствуем, больше предложений, соответственно, доходности растут. Доходности растут, растет стоимость обслуживания долга, соответственно, это опять же будет давить на экономику. То есть вот это уже порочный круг. Вот это тоже круг уже. Очередной круг. Поэтому здесь в принципе правильная политика по сокращению расходов. Здесь просто надо переболеть. И вот эта вот болезнь долговая, она не на один год затянется, безусловно. Но здесь другого варианта нет. Просто надо затянуть пояса и ждать, пока вот пока не заживет, не зарубцуется. Пока сначала не будут достигнуты сбалансированные бюджеты, потом, соответственно, должно быть какое-то снижение по доходности. Но это уже мы видим. И, соответственно, уже потом можно рассчитывать на какой-то рост экономики. Я понял. Хорошо. Кстати, вот ты заговорил о том, что, да, бог с ними, с дефицитами бюджета, давайте накачивать, накачивать, пусть экономика растет. Такой сценарий я где-то читал, значит, какие-то мировые экономисты предлагали, да, это сценарий такого инфляционного, да, выхода из инфляционного роста. Даже сам МВФ предлагал поднять таргет по инфляции до 3%, мировой центральной банки к правопридержит 2%, для того, чтобы просто дать экономике почувствовать. Задышать, задышать, да, и немножко долг обесценить таким вот образом. Ну, вообще этот сценарий реалистичен, как ты считаешь? Ну, с учетом последних инфляционных данных это маловероятно, потому что экономика на самом деле чувствует себя не очень хорошо в той же самой Америке. То есть даже если планку верхнюю поднять, да, в любом случае инфляции-то нет. Тогда нужно расширять еще больше, еще сильнее количество смягчений, потому что на данный момент мы видим, что в реальном секторе экономики не все так хорошо, как могло бы быть, и темпы инфляции не очень резко сокращаются. А, кстати, вот ты сам только что говорил, что банки, ну и вполне логично, да, они говорят, я лучше куплю, есть такая возможность долги там какого-то государства, потому что СЦБ, если что, мне поможет, а в реальный сектор экономики эти деньги вести, да, ну его это все, это все сложнее, это все риски там другие. А если приказать банку, можно это? Ну, только в Китае. Ну, вот как раз почему выход из кризиса очень сложный происходит, потому что это мультипликатор денежный, в Америке, он не возвращается к тем уровням, которые наблюдались за кризисом. Банки ликвидности, они паркуют у СЦБ, это формирует избыточные резервы, они вкладывают эти деньги в финансы. У СЦБ, кстати, ЕЦБ, у него была парковка-то отрицательная какое-то время, я не знаю, сейчас тоже? Нет, депозитная ставка, ее снизили еще, пока нулевая процентная ставка, но уже это тоже обсуждается, как раз, будет принуждение к кредитованию реального сектора экономики. Вот тоже, о чем говорят, да, значит, ребята из ЕЦБ, они говорят, у нас еще есть те самые, способы, мы либо еще можем ставку финансовую снижать, либо отрицательную ставку сделать. Ну, тут и есть оборотная сторона медали, банки лишатся части маржи, может быть, это и не придет к широкомасштабному кредитованию экономики, они просто уменьшат свои балансы, и в этом случае, наверное, экономика еще хуже себя будет чувствовать. Ну, понятно, ну, то есть в любом случае, да, это не способ заставить коммерческий банк кредитовать экономию, да, Максим? Ну, я думаю, что снижение ставок по суверенным облигациям в итоге их заставит все-таки это делать, потому что, как бы, зарабатывать всем хочется, поэтому постепенно деньги туда будут перетекать по мере снижения ставок по государственным облигациям. Когда пока ставки еще высокие, там, каким мы видим по Италии, Испании, там, в районе 5-6%, это, в принципе... Это еще пока привлекательно, да? это пока привлекательно, безусловно, лучше в них пересидеть, чем кредитовать корпорацию. Кстати, вот если предположить, да, что решение коммерческий банк принимает, глядя на размер процентных ставок по государственным облигациям, вот какая его уже будет меньше интересовать? Ну, 5-6 это хорошо, сколько? Один? Ну, на самом деле, вот ставка рефинансирования у ИЦБ 0,5, то есть у них маржа сейчас достаточно приличная. Большая, Хорошо, спасибо, значит, еще раз мы прервемся, новости на Финам ФМ и потом продолжим. И, ну, ну, что ж, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам ФМ, давайте его проведем так же бодренько, как и весь, да, весь остальной эфир. Кстати, я сейчас, пока была рекламка, посмотрел на график золота, не случайно мы, собственно, до перерыва поговорили с вами о них, о инфляционном сценарии, ну, я так понимаю, да, по мнению моих гостей, не особенно эффективном в нынешних экономических условиях, но, тем не менее, я напомню, что традиционно мы считаем, да, металлы, платиновые группы так называемые, да, ну, в частности, золото, серебро, там, что еще, паладин, некой защитой как раз от инфляционного сценария. Может быть, именно поэтому последние, ну, можно сказать, там, полтора месяца золота и серебро, в частности, да, как наиболее такие спекулятивные инструменты, доступные, кстати, не только институциональным инвесторам, о которых мы говорили впервые, но и частникам. Может быть, поэтому они только неуверенно себя чувствуют и приседают достаточно серьезно. Вот золото упало к минимуму десятого года. Данислав, как ты думаешь? Да, действительно, последние данные по инфляции ведущей экономики мира сейчас в США показывают, что, на самом деле, наблюдается дезинфляция, резкое сокращение темпов инфляции и золото, как хедж от инфляции, в данном случае неинтересно. То есть в этом причина, да, что из него выходит? Да, плюс еще в золоте очень много было игроков, в частности, хедж-фонды, там, там, тоже самого, очень уважаемого на Wall Street Полсона, вот, и было очень много маржин-колов, в том числе, там, Сорос сидел в золоте. Это вот, когда в апреле, да, все это полетело? Там на 10% когда-то. Да, да, вот 10% когда с апрельской подняли. Да, там серебро, вчера, на 10% снижалось. А серебро уже ниже апрельского минимума, то есть обновил лоу. Да, плюс опасения в развале еврозоны поступили место успокоения после запуска программы ОМТ, вернее, запуска, обещания запустить. И вот эти страхи тоже улеглись по этому зоту сейчас на момент неинтересно. Не в фаворе, не в фаворе, да? Ну, опять же, если посмотреть глобальную картину, там, месячные графики, годовые графики, то мы просто видим, что это просто коррекция, кто его не роста с 2008 года. И недостаточно. Поэтому, когда затрясет, я думаю, что золото вновь будет интересно. Максим, ты как думаешь, золото может вот в нынешней экономической ситуации, в нынешней, ну, я не знаю, психологической ситуации каким-то защитным активом наблюдать, быть? Или это обычный рисковый актив, что называется, обычный актив для спекуляции? Тем не менее, что спекулянтов там немало, да? Мы знаем это прекрасно. Ну, судя по тому, как в последние годы золото росло, это никак не защитит от инфляции, потому что росло оно гораздо быстрее, то есть там десятки процентов в год или там в месяц даже бывало, то есть в период повышенной волатильности. Если мы посмотрим, как котировки золота ведут по отношению там с фондовыми индексами, допустим, которые действительно отражают рост экономики, то есть в периоды роста экономики растут фондовые индексы, то на самом деле бывают разные периоды, бывают, когда там положительная корреляция, бывают, когда отрицательная. То есть в принципе это такой актив, который ведет как бы, если мы посмотрим статистику, сам по себе. Живет сам по себе. Живет сам по себе. Кроме того, есть такие периоды, там допустим, с конца там 80-х там по 2000-х год, это 20 лет или, да, или с конца 70-х, золото там в течение всего этого периода падал, то есть в цене. То есть в принципе это как таково не очень хороший защитный актив и его какие-то стандартные, как промышленный металл, он тоже не особо используется, то есть это больше спекулятивный такой инструмент, поэтому здесь достаточно сложно прогнозировать динамику, я не знаю, я бы не рекомендовал никому его использовать как защитный актив, это скорее такой стереотип на рынке и не всегда по нему наблюдается обратная корреляция с фондовым рынком, не всегда на падение экономики, на падение фондовых индексов, не всегда спрос на золото растет, поэтому я был бы поосторожнее. Я понял. Кстати, если говорить о технической доступности этого самого металла, то мы с точки зрения спекуляции или может быть с точки зрения инвестиций даже, каких-то среднесрочных позиций, мы все-таки, Станислав, на что смотрим? На форцы, на срочный рынок Российской Федерации или это золотые слитки или это безличный металлический счет? Если честно, физическое лицо, я думаю, что можно открыть брокерский счет. Брокерский счет, эффективнее всего, где будет работа? Просто я могу ошибаться, там безличные металлические счета, там нужно будет еще уплачивать НДС, по-моему, в этом случае будет дополнительный расход. В случае Форц это просто комиссия. Комиссия брокера и все. И тем более уж, если говорить о золоте слитках, тоже не совсем стекульно. Золото нужно где-то хранить, дома не совсем это хорошо. Не совсем комфортно. В банке ячейки тоже не всегда безопасно и еще дополнительные расходы. Дополнительные расходы. В этом случае Форц это строчка в брокерском отчете. Хорошо. Хорошо. Значит, о золоте мы поговорили. Давайте вернемся в Россию и, естественно, динамику российского рубля. Очень интересно. Мне прежде всего. И я уверен многим нашим слушателям. Опять-таки, с учетом того, о чем мы говорили уже, о неких перспективах, в ближайшее время мы смотрим на то, что есть, так сказать, риски, что инфляция все же будет в районе верхнего таргета, что называется, а может быть даже переплюнет его. Ну и по поводу процента ставки мы поговорили. Вот исходя из этих данных, с этой точки зрения, глядя, Максим, как ты считаешь, что будет с рублем в перспективе, ну, до конца года, может быть? Ну, в принципе, все, что мы перечислили, это повышение инфляции, это ожидание того, что ЦБ снизит ставки, это все не в пользу рубля. То есть... Это все аргументы, чтобы она... Что рубль будет ослабевать, да. То, что, соответственно, доллар будет расти против рубля. Поэтому здесь, скорее всего, конечно, он может укрепиться, только если мы увидим что-то, какое-то движение вверх по ценам на нефть. То есть пока ничего здесь тоже ощутимого не наблюдается. И, в принципе, нефть, она как бы привязана к темпам роста мировой экономики. Здесь особых улучшений мы тоже пока не видим. Тем более мы слышали, что ФРС собирается сворачивать программу количественного смягчения. Опять же, не в пользу цен на нефть роста. Поэтому рубль, скорее всего, будет плавно ослабевать в лучшем случае. В лучшем случае плавно, да. В худшем случае не плавно, как, кстати, он это умеет делать, да. За пару, тройку дней он пару рублей сделает легко. То есть, в принципе... Санислав, у тебя какие видения рубля? Я разделяю эту точку зрения. Я считаю, что цены на нефть действительно у них пока есть локальный потолок. Но они ходят в диапазоне, если смотреть даже последние пару месяцев. Пока мы не увидим там выше 105 долларов, уверенно, что цены на нефть пройдут наверх, рубль будет, по крайней мере, в ближайшее время, в ближайшую неделю колебаться в текущих диапазонах, потому что у нас на следующей неделе предстоят довольно крупные налоги, НДП и акцизы. Как-то его это поддержит, в любом случае. Конечно. Вот. А в дальнейшем, если цены на нефть не удержатся на текущих уровнях, опять же, смотрим на завтрашний день, что скажут Берданки, если он скажет, что в перспективе уже ближайшей все-таки нужно будет сворачивать программу количества смягчения, мы увидим укрепление американского доллара, снижение цены на нефть, снижение аппетита в корейскую, и, соответственно, рубль в этом случае испытает давление. На данный момент, мне кажется, что рубль может около 31 рубля по отношению к доллару находиться в дальнейшем, может потянуться к 32 с риском того, что пройдет выше. Но это, опять же, если это реализуется сценарий, что Берданки скажут, что пора заканчивать. Я понял. Ну и даже можно говорить, некий спекулятивный сценарий, это реакция на завтрашние события, которые мы анонсируем. Ну а так, если без Берданки, наша экономика замедляется, ЦБ снижает ставки, в этом случае... Инфляция растет, да, в этом случае. В этом случае, без инфляции, просто снижается интерес активов на минеранных валюте в нашей, потому что уже не такие доходности, потому что ставка будет снижаться, и, соответственно, рубль будет ослабляться. Цены на нефть не растут, по текущему счету платежного баланса, соответственно, тоже у нас не будет увеличения сальдо, и, соответственно, рублю нет оснований укрепляться. Укрепляться нет. Ну а циферку скажешь какую-нибудь? Ну, помимо того, что 32, это ближайшая его перспектива. Тем более, он там практически уже был, да, некоторое время назад, там 31,80 он сделал уже. Ну, я думаю, что, в принципе, не нужно ждать каких-то серьезных... 45, 45. Не нужно ждать. Нет, это все будет, произойдет только в случае резкого ухудшения ситуации в мире. Пока на данный момент, мне кажется... В случае каких-то катаклизмов, да, опять-таки? Да, даже если Бернанке скажет, что количество смягчения будет сокращаться, все равно он понимает, насколько это серьезно, и понимает это и придерживающихся истребильных позиций, в частности, Фишер об этом вчера говорил, по-моему. Поэтому все это будет очень аккуратно, сдержанно, коррекционное движение какое-то будет, но вряд ли оно перерастет в нечто... В обвал какой-то. В обвал, да, потому что все понимают, что если фондовый рынок перестать поддерживать, то в этом случае тогда ни о каком продолжении восстановления мировой экономики, даже вот такими рваными темпами, не может быть и речь. Опять очередной черный вторник, да, черные пятницы, что там, черный понедельник, автосреда, кстати, акционы по выкупу долговых бумаг. Ну и в истории, тем не менее, были у нас, я об этом говорю. Хорошо, ну и две минутки осталось, буквально два слова опять по поводу нашего российского рынка, когда он оживет, как ты думаешь? Вы продолговой? Не, не, это уже про рынок акций, про рынок акций. Про долговой мы хорошо поговорили, он жив, слава богу. Ну если про рынок акций, у меня уровень 1420-1415 по МВБ, вот зона, от которых начались продажи на предыдущей неделе, если мы эти рубежи не проходим, мы можем легко продолжить все движения к предыдущим локальным минимумам и с риском их обновления. Вот, все будет зависеть от поведения американского рынка акций, там еще потенциал просто сохраняется, как ни странно. Ну там нет сверху ничего уже, там можно в космос растекать. по моим ожиданиям, что все-таки сегодня какая-то коррекционная динамика будет иметь место, а дальше уже все будет зависеть от того, что скажет Бернанке. Ну, в любом случае, да, Максим, подождем, поживем, увидим, что называется, завтра буквально уже выступление господина Бернанке, так что, уважаемые слушатели, да, тоже мы с вами, естественно, все во внимании, завтра такой, я бы сказал, день Икс, важный день в любом случае. Значит, я благодарю моих гостей, Станислав Савинов, аналитик курса Капитал, Максим Зайцев, старший аналитик инвестиционной группы Норд Капитал, были сегодня в студии сухого остатка, мы обсуждали долговой рынок, поговорили о состоянии мировой экономики и дали прогнозы. Все как всегда. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов на рынке, всего хорошего, до завтра.